Культурные люди Подождите, хорошо, 16 марта на сцене БКЗ «Октябрьский» будет концерт Сергея Любавина, но давайте вернемся к любому романтическому шансону, вы не согласны с этим? Конечно, нет, это какой-то глупый, я не знаю, журналист, написал когда-то давно, и как-то это пошло... В массы? Не в массы, а где-то это на каком-то сайте висит, потому что, видимо, заходят и... Слушайте, я вам скажу честно, это на Википедии написано. Серьезно? Уже давно исправляли это? Это, видимо, да, что-то такое... Посмотрите. Я, да, скажу обязательно, чтобы это все убрали, конечно, потому что не соответствует действительности. С того момента, как появилось одноименное радио, вот это самое, то есть у меня уже родилась программа с симфоническим оркестром, 100 человек мы там сделали, записали на Мосфильме. Большое количество песен социального звучания, там «Волчонок», «Летят километры». И уже на мой концерт ходят с семьями. Это не какие-то, как говорится, разведенки, которые приходят на концерты полить слезы, то, что называется. Это серьезное мероприятие. И почему с Санкт-Петербургом? Мы, в общем-то, любую сольную свою программу начинаем с замечательного города Санкт-Петербург, поскольку здесь наиболее взыскательная публика, на мой взгляд, если брать всю нашу страну в целом. И потом мы едем уже со спокойной душой, со спокойной совестью на Урал, в Сибирь, на Дальний Восток, четко понимая, что все уже состоится. Если Питер принял, то все. Я всем советую, в общем-то, делать все свои дела, начиная с Санкт-Петербурга. Ну, слушайте, ваша программа называется «Просто радую». Вы устали от каких-то концептуальных названий? Вы решили, что называется, не мудрствовать лукао? В этом дело? Дело отчасти в этом, но отчасти все-таки у меня с годами появляется понимание, что такое артист в принципе. Это человек, который радует, я не знаю, много синонимов, развлекает, создает хорошее настроение людям, женщинам, мужчинам, детям. Вот великое предназначение артиста я вижу именно в этом. Не грузить, не нести какие-то философские там ценности, на это есть совершенно писатели, еще кто-то, поэты, но артист, певцы, музыканты, они все-таки обязаны создавать вот это мистическое состояние восторга, которое возникает у женщин, у мужчин на концерте от голоса, от музыки, от происходящего на сцене. Вот в этом высшее предназначение. Вообще очень важно, что вы это сформулировали. Это позиция и, с одной стороны, скромная для артиста, а с другой стороны, очень достойная. Действительно, просто радует. Слушайте, знаете что? Мне кажется, что нам нужно с вами послушать одну из ваших самых свежих песен. Я же правильно понимаю, «Небо над Римом» – это одна из ваших самых свежих песен? Да-да-да, эта песня написана недавно на одной из лучших московских студий, и, в принципе, конечно, мне очень приятно, что поклонницы сделали шикарное видео на эту песню уже моментально, по-моему, на третий день ее размещения на площадке, там, ВКонтакте, Инстаграм, Фейсбук и так далее. Уже появилось это видео, это одноименный, замечательный голливудский фильм «Римские каникулы» с Грегори Пэком. Ну, просто, я прямо радовался, вот и дай Бог. Значит, слушаем песню «Небо над Римом» и имеем в виду, да, что мы можем найти, просто погуглить и найти версию поклонниц песни Сергея Любавина «Небо над Римом». Небо над Римом рыдает ливнем, жалко, что я не Бог. Я бы тебе написал картины, если бы только мог. Небо над Римом пока красиво, солнце уже все ниже. И облака еще чуть плаксивы, ты далеко в Париже. Ты мне теперь чужая, на расстоянии метра. Увидимся ли, не знаю, скажем теперь привет ли. Ты мне теперь чужая, но на душе не легче. Ты мне теперь чужая, лучшая в мире из женщин. Люди за гримом рисуют взгляды, лица скрывая вновь. Если бы ты оказалась рядом, я бы узнал любовь. Я не пытаюсь казаться кем-то, мне никогда не стать. Тем, с кем ты делишь четыре стенки и рядом ложишься спать. Ты мне теперь чужая, на расстоянии метра. Увидимся ли, не знаю, скажем теперь привет ли. Ты мне теперь чужая, но на душе не легче. Ты мне теперь чужая, лучшая в мире из женщин. Действительно звучит потрясающе. Звучит очень лирично, очень тонко. О вашей лирике мы поговорим обязательно еще неоднократно. Скажите мне, пожалуйста, все-таки вот если у нас закрался в разговоре, закралось слово шансон? Или вы совсем от него аристанцируетесь? Да нет, ну что вы, это же нет. Ну просто это понимать нужно как во французском смысле, в хорошем. Вот, во французском смысле, да? Это песня. Это песня и все звезды современного, так называемого, французского шансона. Я имею в виду, это и Лара Фабиан, это и Мире Матье, это и Шарль Азнавур. Это все шансон. Если брать мировой уровень, то это мы Луис Мигель, Гару. Огромное количество шикарных, великолепных артистов, которые действительно занимаются музыкой, очень серьезно подходят к своим программам. Это и есть, это можно назвать мировой шансон. Красивые песни, спеты от сердца и для души. Вот вы сейчас перечислили этих чудесных исполнителей. Это то, что вы слушаете в машине? Это то, что вы слушаете, когда отдыхаете? Я не только слушаю то, что я перечислил, но, в принципе, вот это вот какой-то достойный уровень того, что можно соизмерить и назвать именно российским шансоном. У меня к вам, может быть, несколько дурацкий вопрос. Ваших, ну, это не кумиры, это просто звезды... Ориентиры. Ориентиры, да. А вашего среднестатистического поклонника или поклонницу опишите? Вот есть у вас представление? Вы с кем имеете дело? Это то, что касается женщин петербурженка. Я не знаю даже, я при слове петербурженка совершенно не хочу намекать даже на возраст. Потому что соответствующая этому статусу женщина, она вне возраста. То есть это умение одеваться, умение общаться с людьми, разговаривать и умение слушать прекрасную музыку, восторгаться. И поэтому то, что касается женщин. То, что касается мужчин, тут тоже такая неопределенная вещь. Поскольку на мои концерты сейчас ходят уже с семьями, уже дети покупают для родителей, огромное количество приходят ко мне подписывать диски после концерта. Говорят, вот мне дети купили. Или наоборот, приходят дочки и говорят, вот нам мама с моим молодым человеком сделала подарок. Вот поход на ваш концерт. Я очень рад этому, потому что нет определенной какой-то аудитории, именно вот такой, которая бы выросла, как говорится, вот так, на моих песнях и отнесла меня таким образом в разряд ретро-певцов. А есть аудитория, которая постоянно обновляется, постоянно приходит на мои концерты. Но в этом я вижу и нашу заслугу, потому что мы каждый год практически привносим что-то новое в программу. Это новые песни, это новые какие-то номера, это что-то новое, интересное. Вы знаете, я вас немножко поймаю на слое. Вот вы говорите, да, новое, я поняла. И на самом деле мы слышим, что небо над дримом звучит достаточно современно. Но вот Сергей Любавин образца 10-летней давности, 20-летней давности, он был не для семейных прослушиваний, не для всех, для какой-то узкой категории. Это вы изменились за последние годы? Хороший вопрос. Сергей Любавин на тот момент не формулировал вот эти категории высокие. И поскольку были другие времена, и это сейчас, по прошествии лет, я могу сформулировать. А тогда просто мы писали песни, еще не было даже радиостанций, которые бы могли их крутить. Потому что в основном, если помните, 90-е годы, это М-радио, это упор такой на западную музыку. Да, упор на западную музыку. Все так хлынуло широким потоком. И мы, российские исполнители, просто не знали, где найти применение своим песням. Это, скорее всего, были кассеты. Это потом в последующем стали диски. Люди просто их где-то в киосках, там на рынках покупали, слушали всю эту музыку. Вот. И, конечно же, мы жили той жизнью. И именно мы творческие люди, тот, кто сам писал свои песни, той, которая жила страна, переживала. Мы не пытались создать себе аудиторию, а мы шагали в ногу со страной. Я имею в виду, конечно же, мои ранние альбомы. Это и альбом «Разбойные песни» по мотивам моей же жизни, собственной жизни моей семьи. Мой дед отсидел 7 лет в сталинских лагерях, и по его рассказам создавалось вот это полотно, вот этого диска. Ну, вообще, элемент криминальной какой-то нотки, он чуточку присутствовал в вашем творчестве. Ну, скорее всего, не криминальный в том виде, в котором мы подразумеваем это слово, а, скорее всего, соотносительно с тем, что переживала страна. То есть, вот, допустим, понятны какие-то элементы лагерей, строгого режима, каких-то судеб, изломанных, исковерканных, человеческих судеб. В общем, всего того, что, в общем-то, в 90-е годы было нашим бытом и сделало с нашей страной вот это время. Сергей Любавин в студии «Комсомольской правды». Мы вернемся через пару минут. Культурные люди. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном. Культурные люди. В студии «Радио Комсомольская правда» Санкт-Петербург. Сергей Любавин, у которого 16 марта концерт в БКЗ «Октябрьский». Билеты еще есть. Не так много, как хотелось бы, но они еще есть. Меня зовут Олеся Крупанина, и мы продолжаем погружаться в творчество моего гостя. Мы закончили в предыдущей части, собственно, на том, насколько Сергей Любавин изменился. Ну, мы все взрослеем, это понятно, да? И понятно, что у вас расширяется, что называется, и спектр ваших слушателей. И действительно ваш концерт, как вы говорите, или это такое общее место, что приходят молодые люди? Это правда? Ну, нет, это не тинейджеры, естественно, потому что у нас нет вообще даже в мыслях охватить вот эту аудиторию. Это нам не нужно. Есть другие исполнители, есть другие радиостанции для этого. Но достаточно молодые люди, я просто по себе вспоминаю. То есть я с удовольствием, с огромным удовольствием, сам, будучи там 17-18 лет, отроду ходил на Розенбаума, на «Машину времени», на артистов, которые, условно говоря, старше меня на 15-17 лет, именно в возрастные рамки. Но мне было это интересно. Вот. И, видимо, та небольшая часть вот этой молодежной аудитории, они ходят и на наши концерты, потому что, ну, им, может быть, скучно уже слушать рэп там, или именно поднадоедает это, либо они там что-то хотят. Да хочется лирического вдохновения души. Что-то хотят. Да просто у нас концерт проходит в таком формате, что у нас зажигают женщины, они танцуют, мужчины приглашают женщин танцевать. В общем-то, я их к этому призываю. Это такая... Прямо БКЗ Октябрьский? БКЗ Октябрьский, да. И не только. Да, там есть, ну, большое пространство достаточно для этого. И люди с удовольствием танцуют. Это так очень зажигает самого артиста, музыкантов, которые работают на сцене. Вот. Что, ну, это приятно. Я понимаю, что мы вместе, в общем-то, делаем одно большое дело. Вот эти два-два с половиной часа концерта. Мы просто отдыхаем и делимся положительными эмоциями. Я сейчас сижу в студии, смотрю на Сергея Любавина и понимаю, что Сергей очень похож... Прошу... Ну, это понятно, что я не первая вам это говорю, вам это всю жизнь говорят, что вы похожи на Сергея Есенина. И понятно, что у вас есть отдельные программы, да, связанные с поэзией Сергея Есенина. Вы не только на ваши собственные стихи пишете песни, но и понятно, что вы его очень любите. У меня как раз к вам такой вопрос. Если бы Есенин не погиб таким молодым, вот если бы он был уже вашим ровесником, вы его каким себе представляете? Вот Есенин взрослый. Он мог бы дожить до взрослого возраста, вот до такого осознанного, скажем так? Очень хороший вопрос. Я, честно говоря, с трудом себе это представляю, поскольку Сергей Есенин – это какая-то молодость России, это роман с Эсидорой Дункан, это все, что с этим связано. Поездка в Европу, поездка в Америку, вот. И, конечно, вот эта поэзия его, она сама проникнута, пропитана какой-то молодостью. Я думаю, что Сергей Есенин бы где-то, начиная с 1925 года, может быть, с 30-го, он бы бросил писать стихи, он бы отправился куда-то в путешествие, может быть, с какой-то молодой девушкой, и попал бы в разряд писателей и в разряд поэтов, которые, в общем-то, все уже сделали в своей жизни. А на самом деле так жизни показало, что Есенин все сказал. И то, что было в 1925 году, вот эти последние версии, вот эти стихов, посвященные и Эсидоре, и Миклашевской, это все лишь повторение того, что он начал там 7-8 лет назад, и, в общем-то, это уже такая красивая лирическая песня, просто спетая немножко в другой тональности, я бы так сказал. Вот, и поэтому с Есениным здесь все как раз предельно ясно. Окей, да. И раз 16 марта в БКЗ «Октябрьский» будет Есенин, будет, ну, не хочу открывать секрет просто, что будет, ну, просто любители творчества, приходите, вы, может быть, увидите в новом качестве. Давайте сейчас послушаем песню «Прощание с Эсидорой». Мне просто очень понравилась эта песня. Извините, вот я лично, да, хочу, чтобы она прозвучала в нашем эфире. И вернемся к нашим разговорам. Корабли плывут, Константинополь, Поезда уходят на Москву, От людского шумоли, От скополь Каждый день Я чувствую Тоску От того При встрече Иностранки Я под скрипы Шхун и кораблей Слышу голос плачущей тальянки И далекий оклик журавлей Пускай ты выпита другим Но мне осталось, мне осталось Волос твои, стеклянный дым И глаз осенняя усталость Льется дней моих розовый купол Сердце снов золотистых с ума Много девушек я Перещупал Много женщин в углах Прижимал Так чего ж мне ее ревновать Так чего ж мне болеть такому Наша жизнь простыня до кровати Наша жизнь поцелуй до волну Это был Есенин И это были, да, особые отношения С поэзией Есенина, моего гостя Помимо особых ваших отношений с Есениным Мне показалось, что у вас Несколько особые отношения с Петербургом Вот мы обязательно Сейчас, чуть позже Мы послушаем песню «Цветок» Вашу, да, с Татьяной Булановой Песня «Цветок» Если вдруг кто-то не знает Это песня про роман на два города Она живет в Петербурге Герой живет в Москве А тут вы не так давно Создали песню «Москвичаник» Примерно про то же самое У вас какой-то вот Что-то в этом ли... Почему вас интересует Вот это расстояние Между Москвой и Петербургом? Это гораздо более глубокая, наверное, вещь Когда говорится просто о расстоянии Это, наверное, вот инь-янь Плюс и минус Мужчина и женщина Какое-то вечное противостояние Вот это какое-то более глубокое Нежели просто эти там 700 километров Вот и поэтому, в общем-то, об этом Как раз все эти произведения Что это Москва с Невой не сойдутся А женщина с мужчиной Они всегда договорятся И всегда найдут какие-то точки соприкосновения В своих чувствах Но также вот это мистически Будут друг о друге мечтать Уезжая куда-то или разъезжаясь И как раз радость встречи Вот этого соединения вместе Оно и составляет основу вот этих как бы песен Окей, принято Вообще я планировала про любовь И вообще про лирическую составляющую Вашего творчества поговорить чуть позже Но тут я не могу уже, извините, удержаться И надо сказать, что Сергей Любавин Помимо того, что он действительно великолепный лирик В поэзии Он еще и верный муж Верный муж Или муж, как бы это сказать, образцовый Сейчас просто время такое Я не знаю, это нарицательно сейчас звучит или нет Нет, из моих уст это звучит с восхищением Если честно, я просто действительно в восхищении Потому что у меня плохо со счетом 30 лет есть уже? Совместной жизни женщины одной Ну да, такое есть уже Сыну 26 лет у нас 26 Так, я тоже сегодня правильно посчитала Отлично Ваша жена продюсер Вообще это удобно Это удобно С одной стороны Ваш продюсер, в смысле Ну да, это в принципе Так сложилось просто по жизни Это никто специально не учился в школе Как бы на это и в институте Просто так сложилось, что это действительно удобно Удобно ей, удобно мне И удобно нашему вот этому небольшому делу Которому мы посвятили всю жизнь Ну это же и чревато, наверное Чем? Ну чем? Тем, что вы же можете не совпадать где-то В ваших представлениях о том, как должно быть Она же тоже творческий человек Я думаю, в принципе Представление о жизни мужчины и женщины Раз мы вот предыдущие начали об этом разговор В песнях об этих Оно в принципе не совпадает И тут в принципе ставится вопрос компромиссов То есть либо мужчина, либо женщина Он должен Уступать Уступить и принять Ну по крайней мере в основном русле Какую-то точку зрения Своего партнера Тогда все будет хорошо Но И как раз в преддверии 8 марта Мы, естественно, мужчины Всегда, я вас уверяю Принимаем вот эту точку зрения Женскую Потому что мое мнение Что женщина в силу своего организма Она более сложное существо Она рожает ребенка У нее более сложные, более древние Вот эти инстинкты на уровне этих вещей И поэтому в чем-то мужчина Обязательно должен прислушиваться Окей, это принято Но смотрите Ваша жена не ездит с вами на гастроли А гастроли это такая тонкая штука Она в принципе против того Чтобы в принципе освещали ее какую-то жизнь А, то есть она такой непубличный, да, человек? Она категорически Она нет Она говорит нет Даже фотографии какие-то или что-то Мы делали под юбилей Какие-то совместные вот эти фото Семейные И на этом точка Уважаемая позиция Сергей Любавин В студии радио Комсомольская правда Мы прерываемся на рекламу И сейчас вернемся Культурные люди Мобилан прошел вокруг света за три года И его знает весь мир ФОК и Паспарту потратили 80 дней И про них написали книгу А с нами это можно сделать всего за полчаса Знаменитые путешественники В прямом эфире расскажут Где побывали Что увидели И через что пришлось пройти Проехать Проплыть и пролететь Совместный проект Радио Комсомольская правда И Русского географического общества Клуб знаменитых путешественников Отправление каждый четверг в 12.05 по Москве Культурные люди Олеся Крупанина в студии радио Комсомольская правда И рядом со мной Сергей Любавин Мы в ожидании находимся его концерта В Аказе Октябрьский 16 марта Мой гость приглашает всех на этот концерт И судя по всему не только гостей вы приглашаете Кто-то будет с вами рядом на сцене интересный Да, будет большой коллектив музыкальный Будут сюрпризы И в частности будет начинающее дарование Восходящая звездочка Певица Консуэла Это питерская певица начинающая И когда мне принесли несколько песен в ее исполнении Ну вы знаете Вот такое как бы там слово метро Что-то есть Что-то есть реально И она конечно же работает Поскольку она совсем юная дарование Совсем юная это сколько лет? Ну я не знаю возраст какой Но юная девушка Понятно Вот И другая совсем аудитория может быть у него Это как раз наверное аудитория дочерей этих женщин Которые сидят у меня на концерте Но тем не менее Обратите внимание Посмотрите Приглядитесь И может быть что-то вы в этом творчестве для себя найдете Ну слушайте К метру уже теперь можно сказать Я же не обижу вас Да, если назову вас метром Ну в отношении консуэла уж точно В метр Не, ну в каком-то смысле да То есть уже Уже К Любавину Спрашивают у меня советы А как? К Любавину можно прислушаться В этом смысле Сергей Петрович Отлично Слушайте Мы с вами затронули Я просто боюсь упустить эту мысль Она для меня честно говоря важна Мы с вами затронули вашего деда Который Ну вы сказали да Что он прошел 7 лет лагерей Сталинских да Да Но мы не можем не тронуть вашего отца Потому что насколько я понимаю Что это в общем очень известный сибирский писатель дедов Совершенно верно да Лауреат Шолоховской премии Почетный академик Петровской академии искусств Сейчас вот мама мне сегодня буквально ехала Сообщила что готовится проект Будут называть улицу его именем В городе Новосибирске Прямо в центре Новосибирск это ваш родной город Новосибирск это мой родной Откуда значит папа начинал свои первые шаги в журналистике тогда еще Потом уже потом в союзе писателей Я просто хотела Это же не просто так да Мы отдаем уважение дань уважения вашему отцу Ведь именно он повлиял на то Каким вы сформировались артистом То есть по сути дела такой вот сибирский Исконный русский писатель Он что вы что от него взяли Что от него забрали Он был мудрый человек И остается в моей душе Он не мешал Это самое главное Он всегда как-то очень бодро реагировал на мои начинания То ли это журналистские первые статьи То ли это какие-то У Любавина между прочим есть журналистский опыт Мы сейчас к этому подойдем Образование и диплом журналиста у меня есть Вообще ужас Да То есть это смешная история такая Ну я ее много раз рассказывал На КП ни разу правда Вы расскажите Я приехал в Москву И поступил в училище имени Гнесиных В вокальную студию Но у меня родственников не было И общежитие на Большой Ордынке Не предполагалось Для вот этих лимитых Для этой вот И поэтому Мне пришлось поступить параллельно В институт Тогда назывался он Институт молодежи Это на улице Юности В Вишняках А на факультет журналистики Там было прекрасное общежитие Было свободное посещение Вот У нас Да Преподавали такие мэтры Как Лысенко Как Любимов Со взгляда Листьев Чего себе Много-много Геннадий Селезнев Тогда бывший Главный редактор Газеты Правда Ну много-много Очень людей Молчанов Которые приходили к нам И читали Молодым тогда Журналистам лекции Вот Таким образом у меня сложилось И с журналистикой Я нисколько об этом не пожалел Потому что А это как-то вам В дальнейшем пригодилось Вот Я даже не знаю Умение систематизировать материал Или Слог Какой-то Который у вас сложил Или что Ну не помешало точно Поскольку Тогда Приехал Сибиряк Такой Просто у меня был В Ленинскую библиотеку Я уже с закрытыми глазами Знал дорогу Туда и в историческую библиотеку И какие-то многие вещи Тогда еще не было Интернета Только все это зарождалось И нельзя было просто кликом Нельзя было загуглить ничего Можно было только Приехать к библиотеку И что-то найти Там раскопать Какие-то старые Белогвардейские газеты Какие-то материалы Касающиеся Истории России И нашего государства Вот По крайней мере Я это подчеркнул Но не помешало мне Это точно Ну вот мы говорили Что вы Семьи сибирского писателя Чудесного совершенно А мама ваша Ну вот у меня есть информация Что она Хорошо пела Она это делает И до сих пор Совершенно прекрасно Это украинские корни Все украинские песни Я говорю На концерте Исполняю Несколько там По просьбе Или без просьбы Вживую Мы поем С залом Ничья комиссично И всегда говорю Предваряю это выступление Говорю Пусть они политики Там грызутся Ссорятся Наши народы Никто не рассорит Мы будем петь Русские народные Украинские Белорусские Песни И с удовольствием Это делать И дружить И на своем уровне Будет у нас Все замечательно Слушайте Ну и еще немножко Извините Возвращая вас Ваше новосибирское прошлое Вы уж простите Но это действительно Достаточно экзотично Из интересных И любопытных фактов Вашей биографии Много где отмечается Что у вас Шрам на шее От медведя Да ладно Ну да Это было дело В общем-то История умалчивает Подробности В смысле умалчивает Это правда или нет Вот Ну отчасти да Отчасти нет Но в общем-то Дело Если не Как бы Не ставить каких-то точек И приоткрыть Там завесу тайны Касается Лихих девяностых Все это Волчий Медвежий Как бы У Сергея Любавина Есть песня Волчонок Да Продолжайте Ее Да Эту песню Требуют На каждом концерте Хотя она Касается Начала девяностых Это первая Чеченская Я когда ее В общем-то Писал Всегда думал Что будут Просто вот Люди Которые прошли Эту войну Будут заказывать Ну когда Стали заказывать Молодые девушки И когда По итогам 2006 года Эта песня Стала самой Заказываемой Песней По интернет Опросу На радио Тогда еще Вот не помню То ли Рокс То ли Питер ФМ Вот и я тогда понял Что гораздо шире В общем-то Предназначение И до сих пор Эту песню В моих сольных концертах Как бы Постскриптум Я исполняю А вы ушли От ответа На вопрос О шраме на шее Я не захотел Отвечать на него Хорошо Ну и последний вопрос Из вашего прошлого У меня есть информация Что свой первый коллектив Вы создали В 16 лет Я себе Это не очень представляю Вот Сформулируйте для меня Как это первый коллектив В 16 лет Совершенно верно Но не я создал его А я принял участие Как вокалист В этом коллективе Которую создал Владимир Жанов Новосибирский И мы Исколесили Всю Новосибирскую область И не только Именно исполняя Репертуар Каких-то известных Мэтров нашей музыки Юрий Антонов На тот момент Вот И Это большая была школа Почему? Потому что Вот из 7 человек Четверо было С консерваторским Образованием В этом коллективе Это были серьезные музыканты Вот Были и остаются Сейчас они Консерватория Да-да-да Они слава богу Живы-здоровы И огромное им спасибо Вот за ту школу музыкальную Прежде всего Которую мы Но было весело На самом деле И вот Такой первый был гастрольный опыт Веселый По Сибири Кто вам сказал Что вы умеете петь? Вот кто вам первый раз Это сказал? Как это произошло? Как вас Знаете, бывает такое Что Ну вот Был у нас Гелла Гурали О котором в детском саду Сказала воспитательница Сказала О, а вам кто сказал? Ну нет, конечно Я просто Инстинктивно чувствовал То есть вы сами Как любой человек Да Ну и потом С 16 лет Работая в коллективе Там все-таки Меня и правили И интонировали правильно В этом направлении В общем-то Я прошел определенный путь Но утвердился Уже здесь Поступив В вокальную студию Училища имени Гнесиных И мой учитель Эдуард Лобковский Который Первый исполнитель песни Есть ли кто-то Кое-где У нас порой Помните, да? Одноименный сериал Честно жить не хочет Честно жить не хочет Да Вот он как раз Он просто послушал И сказал Вот Ни в коем случае Не нужно менять манеру Не нужно подражать Вот как у нас обычно Ставят вокал Не нужно подражать Западным каким-то артистам Не нужно быть дублем 2 Вот даже те какие-то Нюансы Чисто сибирские Которые у тебя присутствуют В вокале Какая-то Вот это Вот это нужно сохранить И сказал Поверь мне Это будет твое индивидуальное Сергей Любавин В студии Радио Комсомольская правда Мы уже говорили сегодня О песне Цветок В дуэте с Булановой Мы вот сейчас послушаем Да? Кусочек до рекламы И вернемся Мой дорогой цветок Живешь с собой вдвоем И веришь, что любить Пока еще не поздно Тебе всегда тепло Под питерским дождем А я под золотым Московским солнцем мерзну Не сойдутся Москва с небой Нежной девочкой севера У моей Москвы нет такой Светлой нежности и тепла А когда развели мосты Осень стулы оборвала И у диких твоих коней Гривы вороново крыла И в час, когда шепчу Во имя всех святых Награду нам дано Такое наказание И я схожу с ума От нежных губ твоих От женской красоты Горячего дыхания Не сойдутся Москва с небой Нежной девочкой севера У моей Москвы нет такой Светлой нежности и тепла А когда развели мосты Осень струны оборвала И у диких твоих коней Гривы вороново крыла Гривы вороново крыла Культурные люди Гав! Гав-гав! Чего? Чего тебе? Тише! Я придумал секретный язык А зачем секретный язык? Чтобы мы могли разговаривать А нас никто не понимал Учитесь понимать своих питомцев В эфире радио «Комсомольская правда» Советы ветеринара Ильи Середы Слушайте программу «Вот такая зверушка» Каждую субботу с пяти вечера по Москве Культурные люди Меня зовут Олеся Крупанина В студии «Комсомольской правды» Санкт-Петербург Сергей Любавин И мы в ожидании его концерта 16 марта в Октябрьском Собственно, ведем беседы о его творчестве До рекламы в предыдущей части Мы слушали его дуэтную песню С Татьяной Булановой Точно-точно Не сойдутся Москва с Невой Но сойдется Сергей Любавин с Татьяной Булановой Потому что у нашей замечательной Любимицы российской Танечки Булановой Юбилей И вся страна Не побоюсь этого слова Отмечает это событие В том числе и мы В том числе и этой песней И желаем ей всего самого хорошего Желаем оставаться такой же Искренней, чудесной И радовать нас как можно дольше Слушайте, а я вот знаю, что Перед записью песни Цветок Вы же были даже не знакомы с Татьяной Булановой И вы же кого-то другого видели В роли вот этой вот партнерши Точно-точно, да, точно-точно Такая мистическая немножко История у этой песни И уже там другая певица Известная, популярная Сейчас тоже питерская, кстати Давайте попробуем угадать Давайте, да Ваенга Да? Молодец, да Но, как говорится, не знаю, Бог отвел Или Вот, в общем-то, так получилось Что не сошлись Здесь Москва с него И у человека были гастроли У меня были гастроли В общем-то, а Таня Она как бы вот привиделась Что почему Вот же, вот же, вот же оно И слава Богу Сложилась эта песня Причем Лена Ваенга Позвонила одной из первых Если не одна из первых Мне прям по телефону Я был на гастролях И сказала Сергей, какая прекрасная Получилась песня дуэтная у вас Я ее, говорит, послушала Сейчас на радиостанции Ну, вот Это тем более приятно Что это всегда приятно Когда именно коллега Тебе делает звонок И говорит какие-то приятные вещи В адрес не твоего костюма Не твоей обуви Не твоей прически Но именно в адрес Какой-то вот Творческой такой вещи Вот Огромное ей спасибо И, в общем-то Вот эта песня Уже больше десяти лет живет Больше десяти точно Она считается Такой визитной карточкой сейчас Потому что Таня Буланова Я точно знаю Открывает с этой песней Свой концерт Я закрываю Свой концерт этой песней Вот это нюансы Которых я не знала Да Такие ворота в рай Туда Сюда На выход и вход В общем-то Дай Бог И Но с одной стороны Конечно Такой минус в том Что сейчас мне трудно Петь дуэты Потому что Такая песня Цветок задал Такую планку Очень высокую И когда мне сейчас предлагают Дуэтные Какие-то вещи с кем-то Уже цветок Задал такую Планку высокую Что я уже смотрю И уже соизмеряю Сильнее Это на этом же уровне И очень трудно Поэтому у меня К сожалению сейчас Очень мало совершенно За эти годы дуэтов Практически их нет совсем Слушайте а вот в идеале Если просто мечтать Ну вот Сказка Да Нереализуемая история Ну с кем бы хотелось Петь дуэт С Ларой Фабиан Может быть Я не знаю Не кисло Нет Это не какое-то Что мне Допустим С огромным количеством Я вам скажу Такого уровня Европейских там Певцов или певиц Мне бы не хотелось Самому Даже если бы предложили Я клянусь Это честно А с Ларой бы хотелось Потому что у нас Во-первых тесситура Ну это чисто музыкальная Как бы история Очень хорошо подходит И в принципе Ну когда-то может быть Все же еще идет Понарастающей И она действующая певица И мы тоже развиваемся еще Выпускаем новую программу Может быть когда-нибудь Это и получится Вполне вероятно Может быть представьте На склоне лет Где-то мы там Встретимся где-то в кафе В Париже И скажем А давай Лара А давай А давай Серега А Серж Да И родится что-нибудь Такое светлое Я конечно приберегу Для этого случая Какую-то прекрасную Лирическую песню Переведу ее на французский Чтобы она не парилась Так как говорится Вот И мы это споем все Ну вот так Слушайте мне очень нравится Эта мечта Прямо она восхитительна Вы знаете Я знаю еще об одной женщине Которая сыграла Огромную роль в вашей жизни Это конечно Желаемо Вайкуля Насколько я понимаю Ну естественно Да На заре туманной юности То что называется Когда в 93 году Приехал первый раз Это юр 93 год Я сейчас подчеркну Да если кто-то пропустил туда Туда в 93 году Юрмала 93 год Вот и вот Как раз начало профессиональной деятельности Я вот отмеряю Именно с этого конкурса Знаменитого Это был первый Раньше если помните Это был 15 республик советских Да Конечно А 93 год Приехали американцы Французы Англичане Это был первый Международный Мегаконкурс Настоящий Вот очень Такой был Пафосный Конкурс Павла Пугачева была Естественно Все наши звезды Вот И там была красивая история С костюмчиком Да 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 То есть я такой Приехал Такой с Сибири Парень Простой лайм И говорит Это что такое Когда на репетиции увидела Мой костюм А я то думал Это лучший костюм будет В общем то да И огромное спасибо Она привезла костюм своего мужа Андрея Латковского Да Фрак великолепный Такой строгий С бабочкой Когда меня увидели в Новосибирске Они вообще не узнали меня Говорит мы ждем А ты уже спел оказывается Просто какой-то парень Какой-то лебедь выходил С аккордеоном Вот в этом К фраке Исполнял песню Оказалось что это был ты Ну так или иначе Вот старт был дан В общем Вы сейчас поддерживаете Какие-то отношения с лаймой нет? Большое количество лет Мы не виделись И даже удивительно Почему Потому что пересекались Наши Не пересекались Наши пути Многих Питерских Петербургских Артистов Со многими мы Пересекаемся И это Юра Гальцев И это Памяти Сергей Захаров У меня такая история С ним произошла Это буквально год назад Сергей Захаров Сергей Захаров Заходил ко мне в гримерку Год назад Зашел Я его не знал Это для меня Ну такая глыба Легенда Он зашел ко мне в гримерку Просто со слезами на глазах Я слушаю твою песню Это женщина Сказал мне Сергей Захаров И я Настолько Мы с ним Вот Поговорили Познакомились И я 16 марта Планировал пригласить его На концерт В БКЗ Просто Ну вот такая вот история Произошла К сожалению Все мы там будем Вот Но в памяти конечно Этот человек будет жить Своими песнями Своим великолепным образом Русского певца А еще Из ваших Вот Опять Я не люблю Слово кумиры Оно не очень уважительное По отношению Да К моему гостю Это не кумиры Это ну Люди Которые вызывают восхищение Ну вот Вы недавно приняли участие В концерте В памяти Кобзона Да Насколько я понимаю Кобзон тоже Один из ваших Очень уважаемых Кобзон Это в общем-то Не из наших Это Как бы Как вам сказать Есть вот памятник Ты проезжаешь Проезжаешь В Москве Или в Санкт-Петербурге И стоит памятник Вот памятник Это как раз Как-то сообразно Неважно Это просто вот Как бы такое мистическое Трансцендентальное понятие Вот памятник Вот это как раз Наверное Иосиф Давыдович Мне очень понравилось Его когда-то интервью Когда какой-то вот По-моему Акулы-пера Что ли была такая передача И такие Борзые такие Борзописцы наши Журналисты Вот так Типа начали как-то Не очень может быть Как мне показалось Лицеприятно Вот Фрэнк Синатра А вы тут Как бы у нас Как бы свой Типа якобы Фрэнк Синатра Иосиф Давыдович На что Кобзон резонно Очень спокойно сказал Вы знаете Ребята Вот только подумайте Вот Фрэнк Синатра Его там раскрутили Местные там мафиози Бандиты какие-то Чикагские Ставили в автоматы Каждые пять минут В Нью-Йорке В Чикаго Его песни И он в общем-то Такой голливудский Вы разве вот подумайте Подумайте Моя судьба Это БАМ Это все комсомольские Стройки нашей страны Это Человек Который Рос Весь Это Человек Который наблюдал Как человек первый Полетел в космос Это все основные Вехи нашей страны Это Кобзон И вот просто сравните Фрэнк Синатра Ну да Фрэнк Синатра Хорошо Я буду Фрэнком Синатрой И поставил Жирную точку Согласна Слушайте У нас на самом деле К сожалению С вами заканчивается время А нужно помнить Во-первых о том Что у нас 16 марта БКЗ Октябрьский концерт БКЗ Октябрьский И у нас все хорошо Не переживайте Да это понятно Но послушайте У нас 8 марта Тем не менее на носу Поэтому от вас Извините меня пожалуйста Пожелание женщинам Да милые женщины Это может быть такое Необычное будет пожелание Но можно сказать Общими словами Но я не скажу Не хочу какими-то общими словами Я хочу сказать следующее Что от милые женщины Я вам желаю того Чтобы вы находились Во внутреннем ощущении Что вы счастливый человек Не слушали эти гламурные издания Которые говорят Ешьте правильную пищу Ешьте там это Кушайте что хотите А если вы курите Да курите ради Бога Просто чтобы это было Все не чересчур Не через край Самое главное Я вам еще раз говорю Признак и принцип того Что вы находитесь В прекрасной физической форме И признак того Что вы будете долго жить Это состояние Внутреннего счастья Если каким-то образом Вам помогает в этом еда Или ваши дурные привычки Делайте это с удовольствием Я клянусь вам Вы проживете до 100 лет И будете самым счастливым человеком На земле Я Сергей Любавин От души вам этого желаю Блеск Спасибо Я сам не знаю До сих пор За что мне это Право слово Но я живу теперь Как вор Укравшись счастье У другого Она мне даже Не жена Но перед нею я в ответе Все потому что мне она Теперь дороже всех на свете Это женщина Которую Люблю я Очень Это женщина Которая Мне снится Ночью Это женщина Которая Глядит С тревогой И мольбой Это женщина Которая Подобна Чуду Это женщина Которую Я помнить Буду Это женщина Которой Никогда Не стать моей Судьбой Культурные люди